Привет, львы и все те, кто хочет построить с ними отношения. Усаживайтесь поудобнее и послушайте, пожалуйста, потому что этот ролик специально для вас. Завершили разбор знаков Зодиака, посмотрите про свой, если еще не добирались. И вот приготовили серию про астрологическую совместимость. О том, как вообще понимать, что такое астрологическая совместимость, как правильно к ней относиться, что ли, насколько это приговор, и что делать, если вы со своей второй половиной, но абсолютно противоположны. Об этом записали отдельный ролик. Его порекомендую в первую очередь посмотреть. А пока приятного просмотра. Львы, 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 львы. Родники, родники, родулечки. Вот самые лучшие всегда. Когда говоришь льва, о львах говоришь, нужно всегда говорить самые лучшие. Вот так вот. Как построить отношения со львами? Или львам построить отношения? Ну, в общем, примерно об этом. Львы. Ну, лев, да? Знак, который находится под влиянием самого большого светила. Солнца, да? То есть это люди, которые очень яркие, очень выразительные, и хотят в отношениях, чтобы это признавалось. Да? Партнер должен признать их уникальность. Партнер должен, должен, это в их понимании, да, каким-то образом им постоянно об этом напоминать, хвалить, да, поддерживать там. У тебя все получится, ты можешь. Но при этом львы в партнерских отношениях не умеют вести более глубокие отношения. Потому как львы – это огонь огня, да, у них есть очень мощная, сильная энергия, они предпочитают опереться исключительно на себя. И несмотря на то, что они хотят быть в отношениях, потому что в отношениях приятно, когда другой человек о тебе заботится, когда проявляет внимание, а львы любят роскошь, любят, чтобы ухаживание на них было красивое, да, чтобы они были в центре внимания, чтобы дверцу им открыли в лимузине, да, чтобы там вкусных покормили. Ну, у них от этого все, тает сердце. Да, но в отношениях они недостаточно глубоки, искренни со своим партнером. То есть где-то они боятся доверить партнеру. То есть они чрезмерно уверены, что вот они правы в том, что они делают. И потому что львы вообще любят полагаться на себя. У них есть очень много энергии, чтобы взяться за любое дело и сделать его. И они потрясающе умеют управлять процессом, зажигать, собирать, вовлекать людей, да. То есть так собирать внимание, да. Сцену обожают. Неважно, какой это котенок или лев. Даже если он преодолеет вот этот вот страх поначалу, потом он сцену полюбит, потому что он умеет собирать внимание. Поэтому в отношениях он любит тоже получать похвалы из остальных. Партнеру это не понравится, да, что его партнеру кто-то дает чрезмерно много комплиментов. Да. То есть строить отношения со львами, ну, в общем, то еще удовольствие получается. Да. Окей. Вот. Но тем не менее, ну какие-то же шансы есть? Конечно. Конечно. Львы, они заботливые. Они очень щедрые. Они, если что, своего партнера защитят. Но основная работа у львов – это научиться своему партнеру больше доверять. Соглашаться. Позволять ему сделать так, как он говорит, а не только как они считают, что так должно быть и все. И научиться слушать. Тоже как овна. А вот давай, собственно, с них и начнем. Овны со львами как дружат. Ну, смотри, овны со львами – это такая взрывная бомба. Да. То есть там будет много споров. Там будет много напряжения. Кто прав, кто не прав. Кто сделал лучше, кто нет. Львы будут упорно опираться на то, что они правы во всем. Да. А овны тоже умеют. Знаешь, овны, у них есть тоже такая тема интересная. У них очень такие саркастические шутки. Да. И вот если они будут подкалывать льва, лев будет очень на это обижаться. Очень. Поэтому здесь опять, здесь нужно разделить ответственности. То есть каждый лидер в своем направлении. Ты занимаешься покупками, я занимаюсь готовкой. Ты возишь детей в школу, я вожу детей на кружки. Ты планируешь поездку, я занимаюсь билетами. То есть надо разделить ответственности. Слишком много огня. То есть отношение овнов со львами – такая борьба мнений. Чье кунг-фу сильнее? Да. Тельцы. Тельцы со львом. На самом деле вот здесь очень комфортно. Очень комфортно. Оба любят какую-то постоянность. Оба люди любят удерживать ситуацию. И несмотря на то, что львы любят что-то изучать, любят что-то познавать, но при этом они тоже любят что-то постоянное. Поэтому здесь будет хорошо с тельцами. Телец любит деньги, львы любят роскошь. Мне кажется, они неплохо. Да, сойдутся неплохо. Близнецы. Близнецы и лев. Воздух, огонь. Всегда хорошо. Но понимаешь, как там могут быть много споров. То есть если лев будет слушать близнеца, какая-то новая интересная информация, и не как бы вовлекаться в то, что близнец прав или неправ, понимает или не понимает, то он соживётся с близнецами. А если близнецы, ну в основном близнецам, близнецы не будут так обижаться, когда львы будут помогать им создавать какую-то логичность, какой-то порядок действий. Хотя огонь сам по себе, он стремится к успеху. Но львы в стихии огня, это именно тот знак, который умеет удерживать, руководить и управлять процессом. Соответственно, близнецы будут давать много новой интересной информации, а львы будут этим всем как бы совместно управлять. И всем будет хорошо, по сути. С раками? Раки должны научиться общаться с львами. Раки должны научиться общаться с львами? Да. Да. Все должны научиться общаться с львами. Ну, смотри, я тебе объясню, я тебе объясню, в чём идея. Львы очень хотят любви, и поэтому им важно такое, знаешь, не просто внимание, важно признание, важно, чтобы им сказали спасибо. А раки в семье хотят от льва больше постоянства, хотят какого-то согласия, хотят, чтобы лев иногда согласился с ним, да, с тем, что они ведут, с тем комфортом, который они создают. И здесь у них может быть очень много разногласий. Два льва. Два льва. Ну, не знаю. Два царя. Я не видела. Не знаю. Я не думаю, что... Вот здесь, мне кажется, вообще не сработается. Ладно овны, понимаешь, они там поржут, посмеются, потом забудут о своих ссорах. Львы? Львы, во-первых, никогда не забывают ничего. Ты знаешь, что левь – это самый мстительный знак зодиака? Я думал, скорпионы. Нет, нет. Скорпионы, знаешь, как тебя отомстят? По делу. А лев, когда его не провозгласили и не поставили на пьедестал, может полностью перевернуться в другую сторону. И стать очень уязвимым и таким устойчивым. Да, да. В общем... Сложно. Ну, не знаю, ребята, пишите в комментариях. Я надеюсь, что кому-то удалось с помощью осознанности, терпения, учиться открывать свое сердце друг к другу. Самое главное – желание. Король-королева. Это же может такая быть классная пара. Не знаю, не видела. Окей. Ну, если есть... Нет, это же не видела. Если вы вдруг такая пара, напишите, как вам это дается. Девы? Очень сложно. Девы очень сложно не критиковать. Она права, конечно. Мы же говорили во всех наших разных роликах, что дева, критика девы, она всегда правильная. Просто есть какие-то вещи, которые не могут быть исправлены здесь и сейчас в моменте. Да, нужно, то есть, научиться принимать реальность, что вот такая она, какой есть. А дева будет постоянно критиковать льва. А льву это будет очень больно. Это будет его очень ранить, потому что льву очень важно его достоинство, то, как он выглядит. А дева в невзначале и на публике может раскритиковать льва. Да, и тогда лев еще больше как бы закроется и озлоблится на эту деву. Неважно, это он или она. Дева тут из заботы, знаете ли, а льву не по шерсти. Да, будет очень сложно. Весы? Весы, лев. Замечательно. У нас много пар в центре. Лев, весы. Мой муж весы, я лев. Рав, лев. Керен, весы. То есть, очень много таких пар. Ну, хотя вот астрологически для льва подойдет в водолей. Да. Потому что оба хотят какого-то возвышения, какого-то там особенного внимания. Да. Но весы для львов хорошо в чем? Весы очень хотят партнера. И особенно партнера, который такой, на которого можно положиться. Да, который яркий. А львы всегда любят управлять каким-то процессом. В этом плане весы могут расслабиться. Да. Весы дают много интересной информации для льва. Весы местами согласятся со львом, чтобы дать ему какое-то время саму понять, что, может быть, он где-то был неправ. Весы будут очень деликатно иногда, не всегда, потому что весы могут и деликатно сказать. Да. Могут так очень так приятно, деликатно львам сообщить о какой-то ошибке, которую они сделали. Да. И вот от весов льву будет проще всего услышать обратную связь, чем от любого знака зодиака. Поэтому здесь союз будет потрясающий. А, ну, с помощью того, что у весов как бы вот эта обратная связь, она очень дипломатичная, то они скажут как бы нормально. Да, они задумываются, что и как они говорят. Где вам поучиться у весов так дипломатичности, и союз будет хороший? А со скорпионами? Скорпионы, это, конечно, намного легче, чем овен и скорпион. Да, и на самом деле есть, я знаю, пары, скорпионы и левы, они научились вместе как-то договариваться. Да. Тут что может их объединить? То, что у обоих внутренняя энергия огонь. То есть оба ищут какого-то успеха, каких-то достижений. Да, но скорпионы просто будут давить на льва, на то, чтобы он научился больше доверять. То есть тут будет очень сложно, но для льва будет полезно учиться доверять партнеру. Но льву нужно быть готовым к этому, потому что обратная связь скорпиона, она неприятна для льва. Но в целом работает. Может, да. Будет сложно. Это будет непросто. Это будет непросто. Не каждый лев готов, чтобы его так тренировали. Со стрельцами. Со стрельцами. Ну, смотри, может работать. Может. Огонь и огонь. Да? Потому что, ну, стрелец, львы не впрочи хорошо провести время и не впрочь куда-то поехать, только надо с роскошью это делать. Да? Стрельцы любят иногда просто взвалить рюкзак, да, мы залезли на какую-то гору. Львы, наверное, останутся внизу кофе попивать. А если они оба согласны, что это такой у них отдых, и они сумеют договориться, тогда может работать замечательно. С козерогами? С козерогами. Ну, с козерогами сложно, потому что козероги люди закрытые, эмоции выражают сложно, а львы, они же люди такие щедрые, и они постоянно будут что-то для козерога делать, и как-то, не знаю, как-то его удивлять какими-то сюрпризами, что-то там, какие-то подарки приносить. А козерог на все будет реагировать с тем же самым выражением лица. Вот, а льву это будет очень обидно. То есть лев не будет встречать понимание? Нет. И восхищение? Да, да. А козерог не понимает, что лев от него хочет. Да ну такое. Не знаю, так себе. Но ты говорила с водолеем, все хорошо. Да, лев и водолей вообще может быть классно сработаться. Они прекрасно сработаются в любом направлении. Цель построить семью, цель построить дом, направиться в какое-то путешествие или обучение, то они смогут прекрасно в этом сработаться. А когда водолеи захочется погрузиться в какой-то свой мир, лев найдет какое-то за себя развлечение. То есть водолей, например, не будет обижаться, что лев получает кучу комплиментов на какой-то вечеринке. То есть у них как бы эти пазлики как-то сходятся? Да, они смогут найти общий язык, тем более, что это две стихии, которые очень хорошо сочетаются вместе, огонь и воздух. С рыбами? С рыбами будет сложно, потому что льву нужно, чтобы его постоянно поддерживали. Такая работа у льва непростая. То есть ты вроде король, но докажи, что ты король своими действиями. Научись говорить людям, научись просить помощи, научи эту помощь принимать. А рыбы, они не всегда быстро включаются в понимание, что нужно сделать. То есть рыбы, да, они могут и погладить, и они могут поддержать, и посочувствовать. В этом плане хорошо. Но когда льву нужно что-то конкретное, а он не умеет выразить это словами, а рыбы его вообще не понимают, да, и у них как-то происходит такой долгий процесс понимания, что хочет от него партнер. Поэтому где-то они могут даже какое-то время не общаться, находясь в отношениях. Рыбу могут там увильнуть от какой-то ответственности. Лев не понимает этого, лев будет обижаться. То есть это в прямом смысле не могут найти общий язык. Да, очень сложно. Как ты посчитаешь, какой аспект в целом нужно львам ну как бы трансформировать, да, вообще в отношениях, чтобы ну вообще как бы нормально все было. Львы должны научиться просить помощи и эту помощь получать. Львы должны научиться открываться больше своему партнеру, чтобы рассказать о своих переживаниях, о своих чувствах. Но самое важное не о себе, а о своих чувствах к партнеру. Потому что любой партнер рядом со львом будет чувствовать, что он получает недостаточно любви и внимания. Со львом не будет чувствовать, что? Да, да. Лев будет щедрый в действиях, но не всегда лев будет достаточно открыт именно в близости, эмоциональной близости к своему партнеру. Львам не хватает именно вот этого как бы вот скажем смелости эмоциональной искренности. Именно в отношениях. Да. То есть как бы не бояться показать, что ты не такой, какой ты всем показываешь, а какой ты настоящий. А вместо этого лев будет брать на себя больше и больше ответственности, больше и больше груза. Все, что нужно, это просто посидеть с партнером и рассказать, как есть. Да, то есть как бы сними корону, покажи, что ты тоже человек, что у тебя есть чувства, переживания. Тогда партнер с удовольствием найдет способ тебе помочь. А когда ты пытаешься одевать какую-то маску какого-то там герцога или герцогини, царя или царицы, сложно подойти. О как! То есть слишком много напускного получается? Да. То есть получается главная трансформация для львов в отношения это убрать все напускное? Да. О, увиделось. Да. Увиделось. Слушай, ну вот какие-то такие львы получились сегодня. Интересный, да, новый такой взгляд? Интересно. Если вы были в отношениях со львами, делитесь, каково это. Желательно хвалебной оде. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, ждите новых видео. Михаил, бесподобно, бесподобно. Спасибо тебе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!